Пятый август 2017 года, исторический квартал Иркутска 130-й, восстановленный, регенерированный, реставрированный. Вот он, наш старый Иркутска. Классно. История на каждом шагу чувствуется. Это еще далеко не все. Никакая любовь. Не справитесь с унынием, тоскольным и выгодом. Продолжение следует... Нет, ну правда, хорошо в этом 130-м квартале. Конечно, такого места в Иркутске не хватало. Только я все время... Ну, это моя болезнь, наверное. Я все время думаю исторический, 130-й, реконструкция, восстановление, регенерация. Вот о чем речь. И когда вот этот когнитивный диссонанс у меня наступает постоянно, я не могу с ним жить. Как мне с этим смириться, не знаю. Ну, надо смириться, что, конечно, никакой реконструкции, никакого восстановления здесь нет. Ну, признали бы они это, вот наши авторы, и не было бы никаких разговоров и споров. Но они же мне упорно говорят, что все эти награды, медали, как бы сказать, теории восстановления исторического Иркутска вот здесь и были воплощены. И по этому примеру вот теперь будут восстанавливать всю историческую архитектуру городов России. Так я понял. Вот что меня смущает. Да нет же, пусть бы вот эти пятийно-развлекательные городки были в каждой деревне, в каждом закоулке. Да ну, пусть народ радуется и балдеет. Я одно не могу никак вот смириться. Я же все-таки какой-никакой архитектор. Вот, и мне все-таки непонятна вот эта вот ситуация с определением этого места. Вот в чем дело. Всему остальному народу, всему остальному городу, в общем-то, действительно им без разницы. Конечно, им без разницы, что тут было, как это называется. Ну, сюда можно прийти поразвлекаться. Классно, весело, интересно. Я согласен. Я согласен. Ну, я-то ждал совсем другого. А мне вот дали вот это. Поэтому я, конечно, недовлетворен. Ну, пусть меня простят те люди, которые вот так вложились своим энтузиазмом во всем этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Немненно. Спасибо. Спасибо.